всем привет в последних видео 2021 года мы поговорили о том как во вью 3 появилась composition api точнее попытались на одном конкретном примере вывести его из существующего options api и тех проблемами с миксинами которые у нас есть конечно же чем и о чем думал эван когда создавал composition api мы можем только догадываться и судить по его рассказам я же хочу предложить вам еще одну ментальную модель появление composition api и понимание того что он из себя представляет и куда мы с ним идем это же ответит на вопрос на который я пока не дам четкого ответа стоит ли переходить на composition api стоит ли его брать и когда является убьет ли всех composition api или он является purely additive и так далее давайте порисуем и так options api все начинается с нашего html шаблона в этом html шаблоне мы как ни странно описываем html и этот html завязан на отображение определенных данных которые нам надо выводить да возможно это просто поля которые мы выводим через мустаж до синтаксис возможно это что-то там аргументы vmodel v4 суть в том что в нашем так в нашем компоненте в объекте нашего компонента появляется первое поле дата дата это те данные которые нам нужны и вот в нашем объекте да как вы помните появляется дата это данные напоминаю что связь на самом деле вот такая вот то есть давайте даже перерисуем это чтобы было чуть чуть корректнее чтобы ментальная модель была правильнее наш html шаблон связан давайте нарисуем магическую связь с некой сущностью которая получается и которая нам доступна когда в момент выполнения нашего компонента позы с это не именование сущности просто чтобы вы понимали о чем идет речь откуда появляется эта сущность она создается из нашего описания компонента и вот так в нашем описание компонент описание компонента в английском языке есть красивое слово blueprint то есть схема по которой создается компонент этот набор по сути инструкций типа создай что у нас там в объекте описание компонента view есть поле дата которая хранит в себе но не хранит а возвращает данные которые должны появиться на без изменений вот тут они появляются потом оказывается что определенные данные надо отображать по-другому то есть у нас есть данная 1 плюс данная 2 их надо как-то скомбинировать и что-то из них вернуть так у нас компоненте появляются компьютеры еще одна секция который точно так же как дата появляются nazis но вспомните в шаблоне вы не можете по сути отличить поле в дата от компьютера особенность у него есть getter и setter вы в него можете тоже записывать правда дальше оказывается что наш html как-то должен вот эти данные изменять мы должны дать ему ручки за которые html сможет дергать чтобы данные изменились так у нас появляется метод который точно также доступны просто nazis да то есть это вот такой плоский объект который у нас есть потом оказывается что у нас при определенных из условиях необходимо выполнять те или иные действия когда такой-то такие-то данные изменились такого-то значения на такое-то выполнить такую-то логику так у меня еще остались цвета вот давайте возьмем вот такой это появился у нас watch причем обратите внимание по сравнению с остальными тремя с вот этими watch не появляется вот в этом нашем магическом кругу вместо этого он описывает какую-то логику которая в ответ на изменения наших данных компьютеров методов или еще конечно же пропсов которые поступают снаружи только поступают они не в определение компонента это все-таки некорректная абстракция они поступают вот в наш вот этот уже большой жирненький компонент вот давайте я найду откуда прочертить линию вот они пропсы тоже появляются вот здесь в ответ на изменение чего-то здесь выполняется какая-то логика которая тоже изменяет что-то в самом компоненте вот такое вот взаимодействие с watch'ами ну еще у нас остались методы жизненного цикла я их осознанно не буду касаться и что получается мы вот думая об html постепенно набросали все что нам нужно для нормальной работы html нам нужны данные нам нужен инструмент чтобы не писать чего-то здесь сложного позволяющий эти данные преобразовать я сейчас осознанно не касаюсь того что компьютер занимаются мимоизации и так далее и тому подобное нет вот только вот это и методы крутилки которые html мы можем подвязать к нашей конкретной кнопочки до крутилку и которая будет изменять наши данные и watch как способ еще одно один способ взаимодействия с данными напоминаю что это не исчерпывающий список есть методы жизненного цикла есть к примеру еще provide inject мы еще не поговорили о том о пропсах совсем так кратенько затронули но а что если мы подумаем и об такой вещи что вот здесь вот эта вот линия которую я нарисовал самой первой магической что она делает она обеспечивает нам легендарное двухстороннее связывание то есть когда изменяется данный изменяется html когда изменяется html изменяются данные в случае с vmodel но что если мы по сути вот давайте забудем пока что давайте сейчас поговорим об одностороннем связывании при изменении данных перерисовывается html что это такое а вот если на секунду задуматься да это же по сути watch когда с данной изменились выполни такое-то действие трендере шаблон и мы можем начать вот запомнили вот эту всю нашу систему ну как запомнили просто вот удержали в голове и мы можем начать моделировать сущности по-другому у нас для того чтобы иметь возможность реагировать на изменение данных нам нужно основной кирпичик собственно реактивность то есть некая реактивная переменная как мы с вами уже выяснили что из-за того что в джаваскрипте реактив с реактивностью встроенной беда беда мы моделируем реактивную переменную как объект с полем value да и внутри которого лежит наше настоящее значение это позволяет нам решить проблему что к примеру строковые значения числовые так далее передаются по значению здесь фанаты дэна абрамова должны сказать да нет нет у нас же никакой передачи по значению все передается по ссылке да простите меня соответственно именно это и происходит когда вы вызываете реф создается коробочка объект у которого есть только поле value хорошо дальше нам нужен точно также инструмент ты как я это сделал в смысле включил два вот которому мы можем сказать что когда что-то поменялось я сейчас вот так поставлю знак вопроса сделай то то или или используя watch я думаю что каждый из вас смог бы если бы ему очень надо было реализовать computed в свелт если вы когда-нибудь на него посмотрите это красиво описывается то что я называю оператором обреченности там это пишет что вот так ставится до доллара двоеточие и говорится конст а равно b плюс 1 но это при компьютер и звучит это это уже нет нет javascript поэтому если вы не знакомы со свелт не воспринимайте это то есть это с помощью магии свелта превращается в код который должен быть прочтен со словами переменная а а причина всегда быть равна перезначению переменной b плюс 1 вот за это отвечает вот этот вот блок у нас мы тоже самое можем сделать написав конст а равно компьютер и дальше написав функцию которая этот компьютер собственно вычисляет я специально сейчас не касаюсь точного синтаксиса а дальше у нас и все обратите внимание у нас на самом деле теперь есть все инструменты для реактивности то есть мы можем объявлять сущности вот они в рефы до которые являются реактивными как они являются реактивными то что тут под капотом создается прокси и так далее нас совершенно не интересует нас интересует то что за этими сущностями мы можем следить с помощью watch а и в ответ на изменение сущности вызывать какой-то код вот эти реактивные кирпичики мы можем вкладывать в друг друга то есть внутри поля может быть что-то может быть еще что-то я знаю что у нас есть еще реактив которого не коснулся но давайте пока для простоты ментальной модели от него отойдем мы можем строить эти кирпичики что такое методы методы это просто значение ну то есть какие-то функции f1 f2 которые изменяют наши реактивные кирпичики давайте все это вытру то есть мы вот знаете таки провели как говорится поиск и теперь что у нас есть у нас есть инструмент позволяющий объявить реактивную переменную с помощью ref ref значение у нас есть инструмент позволяющий объявить компьютер у нас есть инструмент извините чушь написал watch я специально не касаюсь сейчас опять же различий watch и watch effect для тех кто уже знаком с в 3 позволяющий описать зачем мы следим следить мы можем только за вещами опять же существенное упрощение которые были созданы с помощью рефов или компьютеров которые реактивные и при изменении делаясь возьму другой цвет такую-то логику все если не брать детали реализации то у нас готовый инструмент для построения реактивной системы не привязаны к view обратите внимание никакого шаблона нет у нас то есть мы можем написать с помощью вот этих переменных код который дальше будет спокойно рендериться допустим с помощью jquery или даже с помощью чистого html как создали модельку да с помощью реф или реактив навесили логику по сказали watch наша данные когда они изменились вот здесь пишем код на чистом jquery который что-то выводит и вот это ключевая идея философии view 3 если view 2 был построен вокруг идеи что вот у нас html шаблоны мы строим инфраструктуру для того чтобы мы могли с ним работать то view 3 разделил весь view на три относительно независимых части их на самом деле не 3 опять же простите мне мое упрощение это система реактивности реактивити они даже в отдельных npm пакетах лежать на самом деле которая реализовывает вот то что я описал дальше условно система runtime дом которая отрисовывает вьюшные шаблоны и обеспечивает связь того что мы наворотили с реактивностью здесь и последнее это компилятор я думаю что все из вас помнят что когда мы даем на входе html с помощью магии view превращает его в рендер функцию здесь у нас очень много кардинальных улучшений во view 3 а именно там всякие хитрые оптимизации так далее но суть в том что мы теперь разбили систему на три отдельных элемента и вот когда мы начинаем думать 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 как организовать вот эту стрелочку у нас обнаруживается что а что если мы создадим пачку переменных пачку функций и дальше просто дадим им доступ сделаем их доступными в шаблоне то есть обратите внимание вместо того чтобы как-то конструировать магическим образом по писанию компонента вы же понимаете то есть вот это это описание это схема по которой надо собрать вот этот зыс вместо того чтобы конструировать отдельно схему компонента и отдельно как из него уже собирать какой-то зыс в рантайме что если мы дадим пользователю возможность самому это сделать вот он объявил переменные это просто объявление переменных он объявил компьютеры да этот просто объявление компьютер он объявил функции будем назвать эти методы а потом он просто делает их доступными в шаблоне как ну если мы говорим о самом простом синтаксисе view 3 то просто возвращая из функции с этап то есть вместо того что раньше view делала за нас это магически создавала вот этот контекст шаблона который у нас доступен через из мы теперь вольны делать это сами внутри функции с этап и все что мы вернем из этапа будет доступно в шаблоне это открывает для нас очень большое пространство для всякой гибкости собственно все хуки вокруг этого и построены и еще определенных возможностей которых мы поговорим дальше обязательно пишите комментарии присоединяйтесь к нам в телеграм-канал обязательно подписывайтесь на патреон и счастливого всем нам и продуктивного 2022 года продолжаем